Внутри чёрная лапша, чёрная лапша. В чёрной лапше идёт чёрный пакет с каким-то чёрным зельем китайским. Ой, тут два вида лапши, ребзя. Сотни дошерахов за плечами, а волнуюсь каждый раз, как в первый раз. Всем привет! Канал Прокшуфъезд, бывший канал Завалей и Дальник. Не буду объяснять, почему, уже сто раз объяснил. Сегодня я лучше расскажу про то, что у нас будет. А будет у нас лапша, потому что сегодня суббота, а в субботу на что? Доширачим. Наша супер традиционная рубрика, и сегодня у нас две лапши. И обе они китайские, обе не надо варить. А как знают мои постоянные смотрители, её частенько приходится именно что варить в кастрюле, здесь нет. Вот это выглядит, как будто её надо варить, но тут ясным китайским языком нарисовано, что нужно залить кипятком, слить воду и добавить специи. Так что никаких варенья, никаких кастрюль, никаких походов к плите сегодня не будет. Ну, а этот своим видом показывает. Не варите меня, просто залейте кипятком. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Сотни дошираков за плечами, а волнуюсь каждый раз, как в первый раз. Что же там внутри, что же там внутри? Внутри чёрная лапша. Чёрная лапша. Чёрная лапша, идёт чёрный пакет с каким-то чёрным зельем китайским. И зелёный пакетик с дэ джи... Короче, плохо у меня с английским. Дэл джи джус соус. Дэл джи... Давайте просто признаем, что английский это так же не моё, как китайский. И оставим попытки говорить на нём с людьми. Хорошо. Сейчас мы эту лапшу просто быстренько заливаем киписочком. Кладём её в миску. Миска какая-то маленькая, но ничего, она сейчас... Сейчас она размякнет и сползёт. А пока она размякает и сползает, Займёмся лапшой номер два. Вторая лапша. Какой-то одинокий китайский гусар. Куда-то скачет по одиноким, монотонным, безлюдным китайским степям, где за тысячу километров не встретишь и миллиона жителей. Вот такая красивая штука. Вот он, гусар, улан. Улан, это не гусар, у гусаров пики нет. Короче, какой-то маньчжурский путешественник. Посмотрим. Ой, тут два вида лапши, ребзя. Два вида лапши. Такая вот паутиночка. И такая вот совсем не паутиночка, а классическая. Господи, сколько там всего-то. Маньчжурский мужик запасся в дорогу, я бы сказал. Здесь есть овощи. Здесь есть... Вот такая густая штука соус. Здесь есть яйцо. Но здесь есть вилка, куда же без нее. А здесь есть пакетик с бульоном, бульонной основой. Пакетик с уксусом. Скорее всего, это уксус. Мы сейчас посмотрим. И пакетик с кунжутным маслом. Так, что-то предыдущую лапшу утоплю. Ладно, пусть еще подмятнет. Давайте эту собирать. Первым делом... Эх, соскучился я по обилию пакетиков. А то все в последнее время корейцы. А у корейцев довольно печально с этим. У них раз, одна лапша. Один пакетик, одна лапша. О, два максимум. В одном овоще, в другом в соус. А тут такое богачество. Разлетает, правда, все-таки херам по всему земному шару. Сейчас посмотрим, что этот манголой взял с собой в дорогу. Так, тоненькая лапшичка тоже туда идет. Дальше, поехали. Бульонная основа, как я и ожидал. С запахом бульонной основы. Овощи. Тут овощи и такая соевая лапша, которая сейчас распарится и станет такими длинными соевыми нитями. Уксус. Бульонная основа. О, еще одна точка бульонная основа. Жидкая, есть сухая. Это жидкая. Кстати, ничего пока не пахнет сучуанским перцем на всю округу, что меня радует. Зато, мне кажется, не сучуанского, а обычного перца. Там столько, что можно роту солдат заперчить. Возможно, этот улан этим и собирался заняться. И это, блин, не знаю, что это пахнет, очень вкусно. Пахнет. Вот тут сучуанский перец немного и какие-то еще чисто китайские приправы. Я их вот так сходу не расчехлю. Кажется, мясом еще пахло. И... А, это не яйцо. Это... Это фрикаделия. Все. Заливаем все кипятком. По нужную меточку. А меточка там была. Сейчас чуть-чуть разболтаем. Все. На 5 минут то, на 5 минут то. И будем пробовать. Все. Вот наша лапша, которая... Которая была в пакете. В смысле, в квадратной... В мягком пакетике, которая была. Сейчас мы ее заправим. Черное зелье оказалось обычным кунжутом. Ничего сверхъестественного. А сейчас смотрим, что у нас в салатовом пакете. В бирюзовом, простите. В бирюзовом. Полиция цветов меня сожрет с говном. Кажется, это разновидность лапши, которую мы ели совсем недавно. Такое вот, знаете, с базиликовым пюре. А я не то, что большой любитель базилика и пюре из него. Какое, знаете, китайское песто. Хотя нет, пахнет не песто. Пахнет совсем как-то по-другому. Маленькая мисочка у нас уж извините, но больше у нас что-то не нашлось. Купить тарелку себе уже под выпуске доширачим. Кстати, о купить. Спасибо огромное топовым бустерам. Деду Антону Мангелеву, Архману, Павлу Петрову, Владиславе Александровичу и Жене Моменко. И Юлию Соколовой, конечно же, если я не упомянул. Хотите быть как они? И чтобы у меня всегда было хорошее настроение, большие тарелки. А вот у Жени с Русланом, который сидит за камерами, всегда была зарплата. Станьте бустером. Можно не топовым, можно каким-нибудь еще другим. Ладно, а мы пробуем, что у нас получилось. Я думал, будет хуже. Это прям даже норм. Такая, знаете ли, соусец такой... Сейчас скажу. Не понимаю, на что-то похоже? Вот что там растительное масло. Кунжутное масло. Не растительное, а кунжутное масло. Травка вроде. Лук зеленый. Лук зеленый точно совершенно. И чуть ли не все. То есть такая заправочка. Кунжутное масло, зеленый лучок. И чуть-чуть уксуса, по-моему, соли, естественно. Вкусно, вкусно. Не супертоп, но вкусно. Мне нравится. Давайте перейдем к нашему маньчжурскому войну. Тут прям богатая миска такая. Полная. Лапши. Двух видов. Вот, кстати, когда выливал, не пахло с ученическим перцем, а сейчас пахнет прямо вот пахнет, пахнет. Давайте пробовать, что это у нас такое. Мы тут навертели, накрутили. Да. Очень-очень сучуанский бульон. Я не раз уже говорил, что небольшой поклонник вот именно таких вариантов лапшей. Хотя он тут не очень вяжет, не очень создает вот эту пленку, похожую на нас ленистую во рту. Зато тут изрядно обычного такого сгучего перца. И давайте посмотрим, что за кефтель-то у нас тут. Ой. Все-таки не зря, что он тут лежит. Надо его попробовать. Ну, выглядит он как. Значит, типичный... Типичный китайский кефтель, который встречается в лапше. Камень. Камень. Практически типичный кефтель, встречающийся в китайских лапшах, но с камнем. Не знаю. Я... Почему-то есть у меня ощущение, что не был задуман камень в изначальном рецепте этого блюда. Вряд ли китайцы все-таки до такой степени всеядны, чтобы жрать камни. Потому что, скорее всего, это все-таки некоторая промашка. Или это не камень, или это кость была недомолотая на супер китайской мясорубке, которая должна была все в пыль перемолоть, но не перемолола. Короче, в кефтель, во-первых, камень, а во-вторых, за хрена сои. Не скажу, что это супер круто. Ну, а два вида лапши, это хорошо, это интересно. Мне это не нравится. Еще попробую бульончик разок. Да, кстати, нет, все-таки я не прав был изначально. Там есть и чайный перец довольно много, но тут больше того, что называется приправа 5 специй китайская. Вот если вы хоть... Вот это такой, кто не знает, это такой типичный запах Китая. Вот любому человеку дашь понюхать эту пакетику, сказать, пахнет Китаем. Такая очень мощная приправа, она делается из зверчатого бадьяна, корицы, фенхеля и еще двух, как вы понимаете, спенхель. Сычуанского перца и еще кого-то, кого-нибудь, по-моему, кардамона. Да, качество кардамона. И вот создает такой вот дух южно-китайской кухни, легко, очень узнаваемый. Этим пахнет вообще почти во всех китайских ресторанах. Вот вы заходите и запах такой вот китайский, и вы понимаете, что пришли именно в китайский ресторан, а не в какой-то другой. И вот эта лапша именно пахнет вот так, и тут очень много вот этих пяти специй. Если вы прям любите что-то китайское-китайское, возьмите, не пожалеете. Я, пожалуй, второй раз ее брать не буду, не совсем мое. Но вот та вот лапша с зеленым луком и кунжутным маслом оказалась прикольной. Вот, надеюсь, что и выпуск оказался прикольным. Дайте мне об этом знать, поставив лайк, написав комментарий и, естественно, подписавшись на канал. У меня редко, не так много подписчиков. Мне каждый, вот каждый, как ребенок родной. Вот будет у меня миллион, конечно, мне будет... Что ты там, подписался, не подписался? Что, у меня миллион? А так, знаете, я каждое утро открываю приложение о пять новых человек. Вот хочется их по именам прям сейчас запомнить. Так что подпишитесь, пока вы мне особо дороги. Время еще есть подписаться. Дальше уже будете вы в ряду всех прочих. А всех люблю, кроме некоторых. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok